Есть семинары для профессионального комьюнити. Сейчас, на данный момент, чаще всего относятся к разработке. Мы достаточно долго сотрудничали с сообществом Raduc. Это разработка на Apple, на iOS. Есть разработка, были семинары, которые связаны с сообществом Gtuk. Это разработка на Android. Сейчас, осенью, мы, скорее всего, будем запускать тоже для разработчиков проект, который позволит им просто потренировать свои навыки. То есть совместно с одной студией. Для профессионального комьюнити, ну, еще было, наверное, сюда можно отнести курсы по дизайн-мышлению. Это Design Thinking Lab компания. То есть это люди, которые творческих профессий, но они пытаются как-то реализоваться, придумать свои какие-то новые идеи. То есть мы непосредственно для них делаем эти курсы. Мы не жадные, да, поэтому все, практически все мы снимаем, выкладываем с видеоконтент свободный доступ и очень часто делаем трансляции. С трансляциями сложнее, потому что, так как мероприятий много, и это достаточно просто технически сложно каждый раз организовывать еще и трансляцию, но вот с видеоконтентом мы работаем достаточно плотно. Есть платные программы, их не так много, мы их только в этом году начали вводить, то есть где-то 6 лет до этого мы работали бесплатно. Пока они идут немножко туго, потому что все привыкли к бесплатному контенту, но вот конкретно в Москве сейчас идет тенденция, практически все хорошие мероприятия становятся платными. И это уже идет дальше, даже не столько на этом заработать, на этом много не заработаешь, просто идет отсев качественной аудитории. Потому что если мы делали, например, курсы поговорить о бизнесе на английском языке, если ты ставишь 0 рублей, это там 100 человек приходит, если ты ставишь 100 рублей ценник, хотя бы просто, чтобы там, не знаю, на чай, с обоснованием, что это на чай, приходит человек 5. То есть, но вот мы постепенно движемся в сторону платного контента, потому что должны слушатели понимать, что они должны быть заинтересованными более чем, а не так, что вот кто-то спрашивал про троллей, там посидеть, послушать, позадавать и уйти вопрос, позадавать вопрос и уйти. Да, вот, чтобы избавиться. В общем, откуда мы берем людей? Как я сказала, что мы многое что перевели в онлайн. Вот буквально на прошлой неделе наша рассылка перевалила за 20 тысяч человек, это студенты, выпускники. К сожалению, мы пока не сделали структурирование этой базы, вот у нас задача на где-то июле-август сделать полную сегментацию структурирования этой базы, но конверсия идет где-то у нас по рассылкам 25%, это очень большая конверсия для рассылки. В Фейсбуке у нас 240, 2400 подписчиков, ВКонтакте очень мало, просто потому что мы немножко про него забыли, вспомнили, наверное, полгода назад, давайте сделаем страничку ВКонтакте. Хотя потенциально аудитория ранних студенческих курсов, конкретно в России, она сидит все же вот здесь, нежели вот здесь. И с Фейсбука мы больше берем предпринимателей и выпускников, то есть более профессиональные комьюнити. В Твиттере 3000 фолловеров. Также у нас есть доступ, мы очень аккуратно и так френдли развиваем свою партнерскую сеть, и поэтому все партнеры нам совершенно легко и просто делают рассылки, и у нас есть возможность вовлекать еще и чужую аудиторию к нашим иментам. Конечно, мы этим не злоупотребляем, то есть потому что если будешь злоупотреблять, заспамишь людей, людей, но это тоже помогает. То есть достаточно редко используем всякие афиши и прямые приглашения. Обычно это касается каких-то новых источников, новых источников людей, потому что не все университеты достаточно открыты к тому, чтобы там рассылать что-то по своим студентам, не все собирают e-mail своих студентов, поэтому мы договариваемся со студоорганизациями, вешаем какие-то афишки, либо напрямую приглашаем через кафедры, через учебные части. Ну, это такой предыдущий уровень, что ли, для нас вовлечения, но иногда нам приходится его все же применять. Так, есть. В этом году мы стали тестить какие-то международные программы. Первый раз мы пробовали программу ISH. К сожалению, не вспомню аббревиатуру. Я помню, что последнее слово entrepreneurship. Вот, там international, бла-бла, альянсов global entrepreneurship, по-моему, вот так называется. Это, по факту, это программа студенческого обмена. В этом году мы ее сделали с Национальным университетом Сингапура, когда объявили конкурс на то, что российские студенты, но это мы делали для своих студентов из школ экономики, могут поехать в Сингапур. Они должны заполнить просто заявку и не написать некое мотивационное письмо, почему они хотят стать предпринимателем. То есть заявка предельно простая, в форме эссе. Они, у нас мы получили 120 заявок на 15 мест. То есть единственное, что студенты оплачивали сами, это перелет. То есть все остальное на стороне Сингапура было бесплатно и обеспечивалось, соответственно, партнерским университетом. Но там оно обеспечивалось не со стороны даже какого-то менеджмента университета, а со стороны... У них есть студенческое сообщество предпринимателей, где там 150 человек. Анют, выключи, пожалуйста, чайник. Чтобы он не шумел. То есть у них это student organized event называется. Они нас принимали в январе, где-то две недели, они нам показывали, как основывать бизнес в Сингапуре. Они там приглашали своих преподавателей, они водили нас по своим известным компаниям. Причем мы посчитали их бизнес-инкубаторы, разговаривали со стартапами. То есть такое полное погружение, десятидневное, причем без выходных. И было достаточно тяжело для наших студентов. Плюс какое-то, не знаю, культурное погружение, посмотреть страну. Важно, что так как Сингапур для многих стартапов это такая интересная страна, потому что многие переводят хед-офис в Сингапур, потому что иметь юр-лицо в Сингапуре достаточно интересно. Вот мы как-то так начали с этой страны, с этого университета. В ответ мы организовывали свой визит. То есть в мае группа сингапурцев, их было тоже человек 15, приезжали в Россию. Десять дней мы им показывали российских предпринимателей, мы им показывали российские крупные компании, которые выросли с нуля, как-то там Яндекс, Параллелс, то есть такие компании. То есть, но единственная проблема, что вот именно формата с нашей стороны, если в Сингапуре это полностью студенческие, студенческие организованные мероприятия, то есть студенты обеспечивали все, то есть и проживание, и питание, и культурные программы, и приглашение преподавателей, то, к сожалению, у нас студенты с этим не справились. Они справились только с культурной программой по Москве, к сожалению. И здесь у нас, как инкубатор, был такой, как курирующая организация вот этой студенческой программы. То есть, по сути, какую-то контентную часть сделали мы, потому что у нас студенты не настолько замотивированы, не настолько хорошо могут что-то организовать и принять иностранную группу. То есть, потому что в Сингапуре с этим легче, потому что у них за каждую какую-то social activity, у них даются такие поинты, которые позволяют им, например, если ты хочешь жить на территории кампуса, а не просто снимать жилье где-то в городе, то ты должен набирать не менее 100 поинтов по твоей социальной активности в год, допустим. И поэтому делается оценка не только... Нужно не только хорошо учиться, но и быть социально активным. За это ты получаешь какие-то плюшки. Ты получаешь чуть повыше стипендию, ты можешь жить на территории кампуса, у тебя приоритетные резюме, тебе чаще предлагают стажировки. То есть у нас такая мотивационная система пока не работает, и на самом деле очень жалко, потому что вот в форматах там именно по предпринимательству это было бы очень интересно. Так, следующий наш проект крупный — это конкурс HSE 10K, который мы взяли в формат с MIT 100K. На самом деле, я думаю, многие понимают, что такое конкурс бизнес-проектов, поэтому я не буду заострять на нем внимание такое большое. Мы часть российского конкурса бизнес-инновационных технологий. Мы являемся университетским подэтапом, который собирает проекты со всех университетов. Это не обязательно должны быть именно студенческие проекты, это university-based проекты. Конечно, чтобы проекты к финалу дошли в каком-то приличном виде, чтобы они не были такие написаны на коленке, то есть мы потому что отсеиваем не так много проектов, мы делаем для них образовательную программу, которая позволяет поднять качество конкурсных проектов. Причем программа начинается до того, как идет дедлайн по приему заявок, то есть у студентов или у преподавателей университета, у них есть шанс почистить, как-то причесать свою заявку до того, как ее подать. В этом году у нас было 150 заявок, 12 финалистов, 2 победителя. Мы обычно настаиваем на одном победителе, чтобы приз 10 тысяч долларов не размазывался, потому что это не такие большие деньги. Но вот жюри у нас уже второй год подряд не может как-то решиться и всегда побеждают два проекта. Если где-то 2-3 года назад основные победители были наклепаем сайт, сделаем какую-нибудь IT-штучку, то сейчас второй год подряд есть тенденция к сдвигу в какой-то биомет, и проекты потяжелее. В прошлом году победила проект с ДНК-диагностикой и проект 3D-сканер. Я не помню, что они делают, но, в общем, сканирую как-то объекты 3D. В общем, возможно. У нас, наверное, имфотеишный, по-моему, был. И сегодня проект, и в этом году проекты были, это проект Цитадел, это метод ввода лекарств против рака сразу в эритроциты. Но это метод им очень далеко, еще до полных клинических исследований, они на ранней стадии. И второй проект Лактакор, это добавки к детскому питанию, для искусственного детского вскармливания. Конкурсные заявки оценивают 60 экспертов, то есть мы на каждого эксперта не нагружаем, даем малое количество заявок, то есть не больше 10, чтобы была возможность все это прочитать внимательно. И мы всех экспертов обязываем оставлять фидбэк. То есть мы просто с Дашей, по-моему, звоним, надоедаем, напоминаем, пишем, заспамиваем экспертов, чтобы все обязательно оставили рекомендацию. И много каких-то дополнительных призов и поощрений. Обычно это какой-то консалтинг, то есть я не помню, кто у нас в этом году был в качестве консалтинг, по-моему, на премии, правда, было. Ну, то есть это каких-то консалтинг компаний. Это могут быть места в каворкинге инкубатора, это могут быть стажировки, это могут, может быть, по-моему, была компания Мое дело, которая давала проект на бесплатное пользование бухгалтерии на год. Ну, то есть мы всегда подтягиваем каких-то бартерных спонсоров, которые нам не деньгами помогают, а услугами. По-моему, в прошлом или позапрошлом году были стажировки в Кремниевую долину также. Plug and play. Plug and play. Важно не только работать с какими-то заявками, они должны откуда-то появляться, все эти заявки. И для этого у нас есть такое яркое мероприятие, называется премия стартап года. Она уже для молодых компаний, которым не менее трех лет. Но это событие медийное. В предыдущие годы мы его проводили всегда на территории университета. То есть много студентов приходило посмотреть на это событие. И когда на сцену выходят люди возраста 23-25 и получают какую-то статуэтку за то, что они свой бизнес, оборот бизнеса за год довели от нуля до миллиона рублей, трех миллионов рублей, у всех по-разному. Им становится как-то так вот завидно. И это достаточно широкое именно медийное событие, которое позволяет привлечь внимание к стартапам именно в университете. В этом году мы его переносим на другую площадку, наверное, это мероприятие. И оно будет уже проходить в четвертый, восьмой, девятый, десятый, пятый раз. И с каждым годом у нас на входе заявок все больше и больше, но у нас нет прямой подачи заявок от проектов, потому что иначе мы получим неиссякаемый просто поток такого же трэша, как периодически приходит на конкурс бизнес-проектов, в который мы принимаем заявки только от инфраструктурных организаций. То есть все заявки должны быть с рекомендацией. Без рекомендаций мы заявки не берем на этот конкурс. Потому что у меня были истории, когда ко мне в прошлом году к нам подался проект, я не помню, как он назывался, ребята занимаются доставкой, я достаточно просто было погуглить, и это дочерняя компания, компания Мейджор. Ну, супер. Компания Мейджор имеет миллиардные просто обороты. То есть, тем не менее, это считается стартапом. И порядка тоже 40 экспертов, которые оценивают проекты. Здесь достаточно сложно обсуждать критерии, по которым номинируются стартапы. Зачастую это немножко субъективный взгляд. Мы стараемся прописывать критерии, но вот он… Есть номинации? Да, есть номинации, в рамках номинации есть критерии, но основные критерии компании должны приносить прибыль и должны быть продажи. То есть это не должен быть бизнес-план. Все, Наша, передаю слово тебе. Чуть-чуть я, наверное, скажу вводное слово про чемпионат по деловой игре «Железный предприниматель». Это всероссийский чемпионат, к которому в прошлом году добавились Украина, Беларусь и Казахстан. Я не знаю, как назвать это. Все СНГшные. Ну вот, в общем, он рассчитан на страны СНГ. Это русскоязычные страны, потому что все-таки мы хотели Армению, например, подключать, но не вся Армения русскоязычная, мы столкнулись с некой проблемой. То есть вот те наши партнерские вузы, которые есть в Армении, они, к сожалению, не русскоязычные. Более 20 игр каждый год, более 1000 участников. Я, по-моему, не допереводила презентацию. Не надо, я скажу эти цифры. Хорошо, финальная игра в Москве и очень много партнеров. Спасибо. Да, я так понимаю, я всем уже уши прожужжала этим «Железным предпринимателем». Еще раз объясню, что это такое для тех, кто, может быть, еще не слышал. Это командная игра. В течение часа ребята, это в основном первый, третий, четвертый курс, то есть это, как правило, студенты больше, в течение часа придумывают коммерциализацию заданной изначально технологии. Технологию, как правило, приносит либо крупная компания, либо стартап. Это может быть железяка, это может быть что-то из информационных технологий. И вот эти команды смешаны, они формируются внешне, так, чтобы внутри них были люди с разными компетенциями. Они в жестких, в железных условиях. Они должны за час придумать продукт, придумать бизнес на основе этой технологии. Ну и, собственно, раньше это существовало как отдельные игры. Потом мы придумали объединить это в чемпионат, так, чтобы лучшие выходили на следующий этап. Ну и самые лучшие приезжали на финал и боролись с лучшими из лучших из четырех стран. В 2011 году мы в первый раз чемпионат провели, там было 20 игр. В прошлом, ну то есть в том году, который сейчас закончился учебным, у нас он не в астрономический год идет, а с октября по май. Мы провели аж 25 игр. На Украине родился свой собственный подчемпионат. Вот, собственно, Николай Савин, игру ФАП, нам помогают его проводить. Ну, собственно, 21 город в четырех странах. На каждую, почти на каждую игру мы привлекаем компанию-партнера с кейсом. Это бывают и крупные компании, такие как Эбби, такие как Интел. И привлекаем стартапы, которым важно, может быть, посмотреть на свою технологию другим взглядом. Более тысячи участников, ну там какое-то посещение сайтов, не думаю, что это прям достижение, но тем не менее. Да, у меня тут красивая картиночка с городами. Много где проводим. Да, если вы свой город увидели, это не значит, что нельзя делать в вашем городе игру. Можно просто объединить усилия и сделать ее лучше. А чем серая отличается от чем? Ничем. То есть она... Да, зачем мы вообще проводим чемпионат? Ну, во-первых, это то, о чем, собственно, чему наша секция посвящена. Это вовлечение молодых людей в предпринимательство. Для них это возможность за 3-4 часа себя попробовать. Попробовать себя в командной работе, посмотреть, как они работают в жестких условиях. Иногда приходят команды уже с каким-то проектом и просто используют это как тренинг. Проверяют, они могут в таких вот условиях работать или нет. Потому что в любом бизнесе там стресс это прочее. Ну, считается нормальным, достаточно часто стрессовые ситуации бывают. Я подбила статистику по последнему финалу. Туда доехали 21 команда. И у нас в анкете во всех городах, на всех регистрациях был вопрос, есть ли у вас свой проект и стартап. Ну, видите, всего было 99 участников. Вот распределение, что там, да, задумывайся о своем бизнесе, работаю над конкретным проектом. У кого-то на стадии идеи, что меня поразило. Ну, не знаю, может быть, это капитан очевидность, но не было ни у кого ответов, что нет, я не хочу. То есть железный предприниматель, он как-то отсеивает вот ту молодежь, которую заведомо интересно хотя бы попробовать. Там не факт, что они станут бизнесменами, но это та аудитория, которая будет лояльна к каким-то предпринимательским вещам, и с ними можно дальше работать. По возрастам тоже достаточно забавная статистика. Я сделала вывод, что вот тут вот задрала учеба, потом, ой, отпустила, пишу диплом, снова отпустила. Ну, то есть, вот, интересно. На самом деле тоже важно, потому что на вот этом курсе уже у ребят есть, как правило, знания, и можно с ними работать, из них что-то лепить, да, так, чтобы они вот тут вот над этим подумали. Когда они постарше, у них уже просто появляется время, и там многие действительно задумываются о своем деле, и не только задумываются, уже его начинают. И там у нас, например, в инкубаторе, мы, инкубатор при университете, тем не менее, средний возраст именно основателей компании, которые у нас являются резидентами, он все-таки 24-25, это вот как раз-таки вот эта категория. Опять-таки, для нас там одна цель, для наших региональных партнеров есть еще в том числе цель заявить о себе, попробовать новый формат, особенно это касается тех инкубаторов, технопарков, там, организаций, да, которые не так давно начали работу на этом рынке. Мы, так как мы предоставляем там все методички, весь формат полностью, и, как правило, приезжаем в день игры в город, то, ну, это шанс заявить о себе, собрать себе вот как раз-таки вот эту лояльную публику, с которой работать дальше, подтянуть правильных партнеров, подтянуть правильных членов жюри, чем-то заинтересовать в своем городе. Ну, на самом деле, даже в тех городах, в которых все достаточно развито, железный предприниматель идет хорошо, это просто достаточно веселый формат, он такой азартный, небольшой, готовится не очень сложно, проходит в 3-4 часа, там, одним днем. Вот, ну, такое хорошее мероприятие в плане простой организации. Ну, и опять-таки, тут должна быть циферка 3, это, видимо, я уже вечером вчера обсчиталась. Формат помогает подружиться с большими компаниями и помочь им там решить их задачи, хантинговые задачи, там, набрать себе правильных людей. Опять-таки, незамыленным взглядом посмотреть на технологию, придумать то, что иногда ребята действительно что-то новое придумывают и говорят не только то, о чем сама компания задумывалась. А если это стартап, то эти задачи, они вдвойне актуальней. Очень многие ищут себе в компанию активных каких-то людей, которые готовы, может, в первое время поработать за бесплатно, там, на железный предприниматель такие активисты приходят. И опять-таки, посмотреть на свой продукт и, может быть, не на тот рынок, там, его ведут основатели. Такое бывает. Я тут привела... Что-то у меня не видно. Я привела цитаты. У меня была пару раз такая история, что кейс рассказан, ребята что-то презентуют. Ну, большинство говорит те идеи, которые компания, естественно, сама про себя уже думала, задумывалась об этом. Для них это лишнее подтверждение того, что они в правильном направлении мыслят. А, например, одна команда на технологии, на которой у компании один продукт, придумывает совершенно другой продукт, тоже прибыльный. И ребята просто схватаются за голову и говорят, как мы не додумались до этого. Они серьезно сейчас задумались, что, может быть, в ту сторону идти. Все такие интересные истории тоже бывают. Соответственно, мы, в свою очередь, для наших локальных организаторов предоставляем все методики, все руководства. У меня уже там мануалы написаны, схемы нарисованы за два года проведения чемпионата. Предоставляем спонсорские пакеты, хорошо написанные. То есть вы с ними можете пойти к той компании, которую вам кажется можно привлечь с кейсом, с подарочками, а может быть и денежку они вам дадут, на то, чтобы финалистов отправить потом на игру в Москву. Ну, над кейсом я помогаю тоже всегда работать. Мы правильно прописываем, формализуем, и какую бы железяку там ни нашли, ее практически всегда можно облечь в ту форму, которая на железном предпринимателе будет понятна студентам. Ну, приезжаем, да, тут уже об этом все наслышаны, работаем с финалистами хорошо, там всегда о них заботимся, и там в день финала стараемся тоже максимально, чтобы у них эффективно день прошел. От организаторов мы в прошлом году ввели организационный взнос, он не очень большой, в этом году он был 20 тысяч рублей, вот на будущий год мы посчитаем еще раз бюджет и посмотрим, ну, вряд ли порядок изменится, да, то есть, ну, порядок будет такой же, скорее всего, он даже такой же останется. Ну, организационная поддержка, она достаточно небольшая требуется, на самом деле просто аудитория проектора, там, ноутбук, да, и то не обязательно, в принципе, ноутбук я могу привезти. Вот аудитория, причем мы не придираемся, достаточно университетская, какой-нибудь простой, там, железный предприниматель, у него прелесть, не в красивой аудитории. Анонсирование, вот это, пожалуй, самое сложное, это собрать участников в тех городах, в которых у нас есть базы и есть партнеры, мы помогаем, где-то чуть сложнее идет, однако мы там, мы пишем и анонсы присылаем готовые, и афиши переделываем, у нас дизайнер просто под каждый город его делает. То есть это все предоставляем, вопрос в какой-то, наверное, активности, доступе, не знаю, там, к университетским доскам, на которых повесить это можно. Поиск технологий, опять-таки, если не получилось, я привезу кейсы, расскажу или мои коллеги, или мы отправим. Ну, то есть это не беда, кейсов у нас накопилось, благо, много за эти годы, уже такой большой банк, можно просто что-то использовать. Пригласить жюри, это могут быть члены вашей организации, какие-то внешние предприниматели, инвесторы, ну, та тусовка, которая вот может оценить эти идеи. Ну, и, соответственно, отправление победителей игры на полуфинал, там, в какой-то недалекий город, и потом на финал в Москву. Опять-таки, если совсем вот не получилось что-то, мы спасаем, помогаем. Ну, это для нас не очень желательная ситуация, опять-таки, там, наш бюджет. А, ну все, мы к прекрасному слайду пришли. Еще раз, что от нас понятно, что от вас? От нас вся методическая и именно форматная поддержка. Мы презентацию выложим. Да, ну и, собственно, да, включение во всю эту большую структуру. Так, чтобы ребятам было интересно бороться, что они не только получают классный приз, но и потом еще едут соревноваться в другой город с своими коллегами в более конкурентной среде. Ну, и если побеждают, едут в Москву, там, вообще, вроде как, круто и здорово. А у нас какой? У нас в прошлом году он был 20 тысяч рублей. От локального организатора. То есть от партнера. Нет, это не сучастник. Нет, организационный взнос собирается с локального организатора, который вот в городе делает игру. То есть в данном случае, допустим, это бизнес укупальный? Да, да. Собственно, для нас это просто некая подушка безопасности. Опять-таки, ваши же там финалисты, вот не получилось, не знаю, там, спонсор отвалился. У нас есть какой-то бюджет, чтобы ребятам не было обидно, и они не остались у себя сидеть в городе, вместо того, чтобы поехать на финал. То есть, если вдруг что-то, вы их отправите в Москву? Да, но это крайний случай. Владимир, а сколько с вами? Давай, команду с Владикой. Как раз за 2 тысячи. Это интересно. Креть бюджета. Где-то доедут на какой-то части. Нет, ну не отправь на поезде. Чтобы денег сочтите, прошу. На поезде не надо. Да, ну мы, собственно, заканчиваем. Ричард Кирио, это серийный предприниматель, человек, с которым мы периодически общаемся на международных конференциях, он сказал очень крутую вещь, что все-таки предпринимательство это не то, что в крови, не то, что из генов идет, а то, что можно средой воспитать, натренировать и обучить. Мы в это искренне верим, потому что если бы мы в это не верили, мы бы всю эту движуху не делали. Спасибо. Вопросы, наверное, да? Ой. Наверное, не вернулся. Да, Коль. Да, Аташ, смотри, а вы не думали в рамках финала веселить себе жизнь? Просто жертвый предприниматель, он отличная штука для затратки. Не думали провести, потащить его куда-то дальше, где же финалистов сделать какую-то предпринимательскую, в таком ключе, ну, то есть, чтобы они для тех людей коммерцизации, которые они придумали, то чтобы они попробовали все-таки немножко там считать рынок, убить конкурентов, потому что мы все понимаем, что только в единицу удается это сделать вот. Да, 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 за час. Я подумаю, Коль, если мы на фандрайзе, мы сделаем все, что поживаешь. Тут хорошие идеи. Разные. У нас бывает и элемент пельтье, то есть там, не знаю, железячка какая-нибудь, или какое-нибудь устройство, вот там, не знаю, оно там повышает температуру, он на выходе там электричество дает. Ну, то есть, вот там совсем разные. Бывает там дополнена реальность, то, что информационные технологии, которые нельзя пощупать. А, что думаете вам? На самом деле, вот технология здесь, именно какой кейс мы даем, она очень, зачастую зависит иногда от региона, потому что, если ты даешь там в высшей школе экономики, например, элемент пельтье, вот это вот, нагрели, тут охладили, вышел топ, вообще не очень видно. То есть, они просто инстрицы, они просто не понимают, что делать-то. Да, в ФТИ у них нормально, да, это хорошо идет. То есть, иногда мы не адаптируем, все-таки кейс под специфику вуза, потому что, если, например, там, в Тверь привести какой-нибудь сервис по геолокации, да, там, или... Нет, в Твери нормально, да. И в Тверь там куда-нибудь, и везде это идет. На предыдущем флайде я увидела, что кейс-то от нас. Кейс, вот, как бы, сильно интереснее, когда разработчик кейса и владелец технологии, там, патента, например, на нее, или просто человек, который в этом варится и работает с этой технологией, он сидит в зале и может ответить на вопросы. Конечно. Да, поэтому мы обычно, там, я мотивирую локальных организаторов искать в их городе какую-то компанию с технологией. Ну, так как вы сотрудники инкубаторов, технопарков, как правило, у вас есть резиденты, у которых есть технологии. То есть, ну, у вас... Мы-то с кейсами очень много работаем. Частенько эти люди просто под рукой, да. Если не получается, например, не знаю, ну, вот в Ростове-на-Дону, Игорь, он работает в университете, ему чуть сложнее найти кейс. Не получилось, привезла я, рассказал ту же дополненную реальность. Она как бы на Урал зашла. Ну, просто... И второй. Да. Еще два вопроса, да. Что происходит потом? То есть, вот, окей, ребята побились, кто-то придумал супер-идею. Они презентуют это перед жюри в три минуты, и жюри выбирает лучше. И все? Да. И, соответственно, победитель едет на полуфинал, с полуфинала на финал. Ну, и они там зарабатывают это вот геймингом. Есть это, правильно? Нет. Нет, 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 нет. Это другой подкурс. А что за финалист? Там какая-то фраза была, такая, что хороший приз. Да, он финалист. Это зависит просто от, другого говоря, спонсора финального этапа, да, или спонсора своего чемпионата. То есть когда-то дарим материальные призы, это там каждому... Причем-то стараемся дарить ликвидные призы, да, то есть если совсем не надо, можно его обратно... Ну, да, у нас на финале, как правило, хорошие призы, но это не главное. На самом деле, ну, я просто делала опросы, для многих все-таки важно в какой-то конкурентной среде попробовать себя, показать себя. То есть у них мотивация скорее ну, круто, я поехал, тут лучше, вот мы победим, то есть какая-то вот азартная, азартная составляющая. Если возвращаться к призам, то есть если мы купим билеты на 5 команд противостока, то призов будет меньше. Вот такая зависимость. В общем, все, на вас крест поставили. Видать, на поезде яхать придется. Катя, если вы поедете на поезде, можете выезжать сейчас. На 13-й год, что поняли, в принципе, билеты по тебе. Основной нормой пользы в том, что они поломали голову. Они поломали в голову, а локальный организатор применил еще один формат, собрал себе лояльную аудиторию и заявил о себе. Ну, потому что это в том числе делается для вас, ну, вот, для тех, кто сидит в зале, для каких-то инкубаторов, технопарков в регионах, у которых у кого-то много форматов, а кто-то, не знаю, вчера только основался и вообще не понимает, а что делать-то? Откуда брать людей, откуда брать эти компании, которые к себе потом сажать? У нас было, наверное, на примере Самары, когда... Я с моим любимым коллегой. Да, Андрея. Когда в Самаре, вот, первый раз туда приехали, там было здание, и, в принципе, несколько оно сдавалось. То есть, это было достаточно давно уже, с Андреем знакомились. И, в себе, вот Андрей взял сначала формат железнопредпринимательный, насколько я понимаю, потому что мы сделали какие-то активности по увлечению. То есть, это стало хорошим стартом для Андрея Сокольникова из самарского ледонного инкубатора, чтобы сделать какие-то иваньки дальше, чтобы увлекать более молодую аудиторию, которая там через год, через два потенциально... Они подрастут, да, и придут как клиенты уже. Да, мы потом вот эти всех кадры используем для своих мероприятий. То есть, мы знаем, что там Айсика можно привлечь, ребят... Да, опять-таки, вот эта вот та партнерская сетка, да, которую вы подтянете типа Айсика, да, вот как Юля рассказывает, она с вами потом останется. Это нам даже есть чем гордиться. То есть, мы приходим, там, на какие-то там своих заслугах говорить, мы говорим, а у нас высшая школа экономики, город Москва, сделали такое прекрасное мероприятие. А с призами вообще нет никаких проблем, а организационный урок тоже, мне кажется, может, так. А вы, кстати, дискремитируете с урок вносом с участниками? В Новосибе собирают урок в снос, типа там 200 р на чай, и там, ну, он становится неким прессовым фондом-победителем. Ну, там немножко получается, с учетом того, сколько билетов из Новосиба стоит, я думаю, что есть, что нет. Вот, ну, они давно, они всю жизнь так делают, еще до того, как чемпионат по факту появился именно чемпионатом, и я сказала, ну, как хотите. В Москве не пойдут, вот, в Москве поставь 100 рублей, на железное предприятие не придет никто. Я уверена в этом. Кстати, в Москве в два этапа кинетчика проходит? В Москве проходит 5 игр, и будет, видимо, московский полуфинал, чтобы потом не было так много команд на финале московский. Просто в Москве достаточно много вузов, у нас хорошие партнерские отношения, в той же Бауманде, в физтехе хочется провести, там ребята активные, вовлечь в это, на самом деле, они, пожалуй, даже на железном предпринимателе лучше себя показывают, чем та же вышка. Ну, то есть можно пригласить конкретно в свой вуз? Да. Ну, вот, если говорить даже про Москву, у нас никогда в Чиканате не победила московская команда? Нет, никогда. Регионы всегда сильнее. То есть в прошлом он даже победил Питер, в этом он победил Киров. Киров, ну, Вятка, Вятка, по сути дела, он там очень сильно команда была. У меня вопрос по увеличению студентов. Каждый, кто работал студентами в университетах, замечал, что одна из самых проблем это пассивность. Даже какие вещи, как давайте покатаемся там на коньках или как-нибудь сходим из группы 30 человек там откликнется от лет до пяти. У нас, я когда говорила про пассивность, мы можем... И вопрос такой, то есть, скажите, пожалуйста, про вашу опцию. То есть это, ну, исторический факт, который надо принять. Или у вас есть какие-то ну, практические случаи, да, когда удавалось активно занимать? Вот про пассивность обычно, вот здесь вот у нас очень сильно вылезало. Там у нас не было никаких таких... Каждое занятие асессментов и оценки студентов. Вот на этом курсе на первом занятии было там 500 человек, последний раз заходило 20. И нас эта ситуация не устраивала, потому что для нас, например, из этих 20, там два студента в высшей школе экономики, а для нас это еще кипя, потому что у нас на факультатив ходило два студента. На следующий год факультатив закроет. Не важно, что там было, там тысяча других учителей, там не было наших студентов, да? Мы поняли, что вот, если в виде каких-то там даже лекций, в виде просто интерактивных занятий, аудитория не держится 8 занятий. То есть на одно занятие мы без проблем собираем аудиторию, когда это курс, это уже сложнее. И поэтому мы вот здесь вот каждое занятие ввели какое-то домашнее задание, которое является допуском на следующий. Это очень конкретная работа с преподавателями, потому что вот здесь вот отчитать 400 проектов за два дня и потом выбрать 250 и вывесить это достаточно тяжело. Но и потом собирать каждого домашнего задания, потому что это просто адский спам в почте либо там сложно чистить ручками технически собирать. Но мы сделали так, что на каждое следующее занятие должно быть сделано домашнее задание. Если домашнего задания нет, вот можно поставить и дверить, сказать до свидания. Это становится обидно. И вот в какой-то момент это начало мотивировать людей делать домашнее задание. А если ты сделал домашнее задание и не пришел, значит ты не сможешь делать следующее задание. То есть мы, конечно, выкладываем видео, например, с этими курсами мы работаем очень оперативно с точки зрения видео. Обычно мы там две недели монтируем, да, где-то. Здесь мы выкладываем на следующий день или через день, чтобы если ты пропустил, в принципе, если пропустил, ты можешь не приходить на следующее занятие, но если ты позвонил и очень попросился, то есть если до тебя дошлось делать какое-то небольшое усилие, то мы, конечно, берем. То есть достаточно жесткий ассен по каждому занятию. И когда его не было, конверсия к последнему занятию была маленькая, когда это появилось, стало очень... Просто от первого занятия до последнего доходит на 50-е. Это много. Ну, да, вообще, на самом деле, еще, наверное, дело все-таки в харизматичности преподавателей и в каких-то правильных анонсах мы тоже не сразу научились писать продающие анонсы, и делать так, чтобы наш продукт продавался. У нас железный предприниматель в некоторых городах бывает фейл, что мы не можем набрать аудиторию, значит, не зашел текст, то есть надо менять, надо что-то делать. Вот тут у нас, например, та же лаборатория бизнеса, Наташа рассказывала, Молчанов ведет. Он, ну, помимо того, что он просто серийный предприниматель, естественно, человек с богатым опытом, он очень харизматичный спикер. Я, собственно, пришла в инкубатор работать после того, как походила в лабораторию бизнеса, поняла, что свой бизнес что-то мне как-то страхово, я еще не из Москвы, уеду потом обратно в Уфу, как-то не хочется уже. Вот, а я была уверена, что я буду внедрять там систему САП и так далее, потому что по специальности я примерно это должна делать. Ну вот, Молчанов меня как-то вдохновил, я ушла, и вот три года пока, ну, я думаю, уже не вернусь в свою специальность. Вопрос, наверное, в поиске еще каких-то реально хороших харизматичных спикеров, которые будут публику возбуждать, и они будут с горящими глазами ходить, как вот на Молчанова ходят. Это, опять же, слово преподавателя на семинарах. Мы никогда не берем преподавателя, которых мы не знаем. Которых не слышали, да. Если мы не знаем преподавателя, то если у него нет видео-лекции, то мы сразу говорим до свидания такому преподавателю, когда появится какие-нибудь видео, какие-нибудь суски, какие-нибудь аудиозаписи, то есть, если он там не лично выступает, а где можно посмотреть его, то только после этого мы готовы зайти. Ну, потому что, да, любой уважающий себя спикер, он Леонид Бугаев подтвердит, да, он может себя записать на любой фотоаппарат и потом посмотреть на себя, послушать, ну, хорошие спикеры так и делают, они просто смотрят, какие ошибки они совершают, что у них там с мимикой не так. вот то, что Саша Инокбаш вчера рассказывал, поэтому там, если у спикера нет видео, но это как минимум там стоит призадуматься о том, насколько хорошо он говорит на сцене. То есть, это не только отбор спикеров, это идет отбор преподавателей, что ли, что ли, это качественный какой-то контент. Ну, тот же вот железный предприниматель, опять-таки, это 4 часа, а у тебя там целая жизнь внутри этих 4 часов. То есть, ну, какие-то форматы, в которых просто попасть, это не какой-то там растянутый, не знаю, на несколько месяцев действо, вот что-то такое нужно делать, какие-то игры, у нас есть там, Elevator Pitch Competition, конкурс коротких презентаций, который по минутке, то, что вы там пока есть в лифте с инвестором, да, можно рассказать. Мы это позиционируем, как попробуй свои силы, потому что Elevator Pitch, он работает дома, мама, я не хочу мыть посуду, потому что, потому что там хорошо аргументировать, ты не моешь посуду. Вот, то есть, мы как-то завлекаем тем, что даже если вы не станете предпринимателем, эти навыки вам пригодятся по жизни, и вам пригодятся даже в большой корпорации. И народ, многие приходят с мыслью, что ой, сейчас вот потренирую себя, потом пойду в Procter & Gamble, сделаю карьеру, а потом как-то все завлекает, они становятся предпринимателем, понимая, что это сильно интересней. То есть, не надо обязательно делать на этом упор, она публика, она все равно подтянется и переварит эту информацию, и те, кто надо, они вернутся предпринимателями к вам. Какой вопрос? Есть ли у вас? Вы проводите мероприятие, вы используете университетские ресурсы, ресурсы бюджетные, причем выделенные, скорее всего, на бюджетник. Ну, я сейчас, я не знаю, Ну, я не знаю, там, плат сотрудников, помещение. Ну, помещение. Помещение. Для денежного нет. Нам по факультативу не выделяют ставки. Да, то есть, у нас нет ставки. Давайте работаем вклады. Ну, либо бесплатно, либо из других источников в моем платье, не из университета. То есть, университет, вот, это наши факультативы, это наши инструктивы, это не входит в основную... Семинары же профессиональные камнинчики. Откуда ресурсы? Если это, например, там, разработчики, ну, на, там, андроиде, да, используем Google технологии, мы просто там идем в Google и займем какого-то спикера шеи. Ну, просто знакомимся. Там вот, отсюда люди, это просто мы ходим, мы стабильно раз в неделю, там, два раза в неделю на внешних мероприятиях, где мы знакомимся с людьми. ресурсно дистанцироваться. А вот вышки. У нас, мы давно уже. У нас школы экономики нам предоставляют здесь исключительно аудиторию и технику. Ну, технику, но в случае, если нам этого не достанется, мы хотим звонить. Окей, бюджет некоторых мероприятий. Вот, прошлая летняя школа, да, проходила, в том числе, участие, там, то есть, я сейчас объясню, логика какая? Если я трачу на кого-то, соответственно, я хочу, чтобы там были задействованы мои студенты не в качестве организатора, а в качестве участия. У нас подразделение бюджетирование сложное не из нескольких частей. Бюджетирование в высшей школе экономики это пятая часть, может, четвертая часть, четвертая часть, вот так вот, да? Соответственно, четверть студентов в наших наших вот этих мероприятиях мы гарантируем. Все честно. Ну, и плюс, но с другой стороны, как бы, мы делаем огромный такой инфекционный вклад в вышку. Вышка нам же не платит, как график не изгибает. Соответственно, то, что мы осуществляем много-много внешних партнерских связей для высшей школы экономики, то нам там за это дают оба. Причем, это же, у нас достаточно много свободных аудиторий, и это не требует дополнительных запрат университета. Да, мы несем такой плюсик в карму. Ладно, я думаю, закруглимся. Есть вопросы, пишите, мы отвечаем. Спасибо.